Ну и снова привет, продолжаю свой обзор, вторая часть моей коллекции ювелирки, ну в основном ювелирки, конечно. Вот там у меня кто-то восклицал по поводу ложечки, есть у меня вот такая еще совсем маленькая ложечка, такая-то все-таки мельхиор, или серебро мельхиоровое, или совсем мельхиор, тут у меня какая-то там бирочка-не бирочка стоит, но очень мелкая и не совсем понятная, наверное, все-таки она мельхиор по серебряной, вот так. Сколько ей лет, я без понятия, дедушка мне ее когда-то отдал, это кольцо, серебряное, это покупала уже в России, оно несколько искривлено, это, кажется, случилось, когда как-то неудачно приземлилось на скользком льду зимой, ну, соответственно, упала на руку и вот уперлась на это кольцо, оно серебряное, с огранкой алмазной, вообще очень люблю алмазную огранку, она часто используется в ювелирных украшениях серебряных. Так, это то кольцо от того набора, где вот я говорила, мы с мамой покупали малахитовые бузы, сережки были и кольцо, колечко было мое, сережки тоже были мои, а бузы носила мама. Так, это золотое мамино обручальное кольцо, оно у меня лежит тут, может, когда-нибудь пригодится. Так, это очередная алмазная огранка, тоже серебряное кольцо. Это кольцо с голубым топазом, он немножко помутнел уже, оно само по себе потемнело, надо его почистить, но она уже как-нибудь заняться будет, тоже покупала в угличах. Это цветочек, я точно не помню, по-моему, это второе кольцо, которое покупала в алмазной огранке, это еще когда на сессии училась. Вообще, похоже на листик марихуаны. Это еще очередная алмазная огранка. Это кольцо с дельфинами, мне как-то было скучно, грустно, вообще я к дельфинам, в принципе, ровно дышу, но вот увидела кольцо и решила купить. Кажется, у меня был какой-то экзамен или зачет, но я его удачно сдала. Это кольцо с янтарем, делал из своего серебра брат моей тогдашней подруги Ирки Игорь Матвеев, ювелир. Ну и, в общем, тут серебро и янтарь. Но, мне кажется, велико, он мне его один раз обкатывал, потом, когда я носила нашему местному ювелиру, уже обычному какому-то мастеру, мастер, который раму религия позволила христианство с черепами соединить, и не пукнул он, будем так говорить, отказался мне обкатать кольцо, сказал, что вообще такого не бывает, и что если на серебре настоит пробы, то это не серебро. Ну, в общем, ему можно было привезти, допустим, какое-нибудь непонятное «Г», написать там 925, и он бы сказал, да, это серебро. А привезти серебро, и, как некоторые их товарищи, если их правда укусит за попку, то они и решат, что это неправда. И вот такое вот кольцо. Сейчас оно мне, может, у меня пальцы немножко растолстели, иногда зимой у меня такое бывает, летом иногда. И, в общем, у меня оно сейчас не лезет на средний палец, носила его на среднем, а она безымянной вполне себе долезает. Так-с. Это кольцо мне подарила тетя Катя на какое-то из моих дней, и рождений. Это кольцо, похожее на то первое, вот на этом. Я заказывала своей подружке Женьке, хотя, возможно, там еще одно есть такое, может быть, это не это. Да, я заказывала подружке Женьке, это серебро с фиани, там вот как раз на лайте, и оно ей не подошло по размеру. Тогда мы с Димой ориентировались, что должно подойти, вроде большой размер указан, но казалось, что раз на раз не приходится. Это кольцо, которое я покупала, это с частичной алмазной огранкой. Тут тоже спаси и сохрани. Кажется, я его покупала вместе с Машей в каком-то нашем путешествии. Откровенно говоря, я не помню в каком. Может в Суздале, может во Владимире, может быть в Костроме. Это вот точно, вот это я покупала в Костроме. Как раз пока Маша ходила там под каким-то иконам, я в христианской лавке церковной покупала себе серебряное кольцо. Тут розовый камушек, я не помню кто это, и два фиани там, тоже спаси и сохрани. Вы не думайте, что я там, может, православная. Я на самом деле нифига не верующая. Просто меня иногда, ну, вообще всю эту религию воспринимаю в основном как, в общем, удивление культурное. Это золотая цепочка. Покупала я ее на этом на лайте в довесок, но мне просто надо было добить до бесплатной доставки. Там тогда была бесплатная совсем доставка или экспресс-доставка. Иногда была на нее акция сколько-то процентов. И вот чтобы добить до этой акции сколько-то процентов, я добивала просто к шмозкам своему вот эту цепочку. И там была подвеска. Еще подобный вариант я заказывала Женьке. У нее была посеребряная какая-то хренатень, но уже позже покупала. Это золотое кольцо. Наверное, все-таки это фианит с фианитом. Тоже я покупала на лайте и проверяла его. В общем, действительно золотое кольцо. А вот это вот я покупала под видом серебра, с биркой серебра и печатями, что это серебро и жемчуг. На самом деле это оказалось просто какой-то металл. Возможно, он когда-то даже был посеребренный. И бусинки, настолько бусинки, что они стесались очень быстро. Это никакой не жемчуг. Это я покупала в Плесе. Уже в другом магазине. И в другой день у нас был такой крыш, что возвращались плюс в начале путешествия и в конце. И когда я принесла ювелиру, у меня опять сломался этот браслетик. Нет, ну в смысле тогда сломался, сейчас он уже крепко сделан. Даже замочек уже темнел. Он мне сказал, что... Ну сначала один сказал, да, это серебро, там все такое, посеребряное. А другой сказал, что это на самом деле нифига не серебро. И хоть там стоит, но в общем тот завод, от которого это продавалось, оказался, мягко говоря, липовым. Ну, такой красивый браслетик. У меня просто был жемчужный браслетик и еще один браслетик. И просто серебряный браслетик у меня... Я подозреваю, что меня его кто-то все-таки украл на 9 мая. И, в общем, я купила себе вот такой. Это оказалась случайная бижутерия. А вот это золотое кольцо, кажется, все-таки из нашего золота. Был, в общем, какой-то у нас там шматок золота в родне. Делал Иркин брат, все тот же Игорь Матвеев. У моей подружки было точно такое же. Это он сам по своему проекту. И различалось у нас шариком. У меня у листика шарик, а у Ирки был просто листик. Это еще при маме было. Это кольцо, кажется, от прабабушки какой-то. Все-таки по женской, наверное, линии. Это тут рубин, соответственно, и золото. Тут кусочек отломился, потому что однажды мама им постучала по стене. Сначала выпал камушек, потом отворился маленький кусочек. Уже увидела я позже. Может, он держался чуть-чуть, наполовинку так. Ну вот, я иногда его тоже ношу. У меня родня иногда возникает, что ты не носишь кольцо. Я золото, в принципе, не очень люблю. Но у меня так очень редко. Это так же, как кофе. Точнее, я люблю золото, но я к нему, вот как на кофе торкнет, примерно так же и на золото. Это кольцо тоже алмазная огранка. Это мамино кольцо. Точно такое же есть у моей старшей сестры Маши. Так, это кольцо с лайтом. В той серии, что и браслет был тут. Серебро с фианитом, с трекоза. Оно мне велико. Оно мне велико даже сейчас, когда палец раздулся на этот вот средний палец. Можно носить вот так. Так же, как то из медицинской стали от Кати кольцо. Я его ношу на большом пальце. Это самое первое мое кольцо алмазной огранки. На меня в 2010 году было совершено покушение. Долбанутые выродки Джона, привет. И обращалась я в милицию, извиняюсь за такие негативные эмоции случайные. Но вот кольцо осталось с того момента, и оно немножко покривилось. Исправить у меня его не получилось. А ювелиры что-то отказались, типа того, что оно такое тонкое, не получится, и то все. Ну, это вот мое первое кольцо, которое я покупала в алмазной огранке. Так, это бусы, мамины еще. Вот тут запорчик такой маленький. Это жемчуг необработанный. Так, тут у меня дальше пошло все под пакетиком. Хотя нет, тут еще несколько колечек есть. Вот это кольцо похоже на те два. Это я покупала сама себе. У меня теперь получилось из-за Женьки два кольца. Но вот оно тоже маленького размера, сюда подходит, и коронка у него чуть побольше. Хотя нет, это я не на лайте, извиняюсь, покупала. Это я покупала в угличе. Просто что-то я пришла заказать что-то такое. Но что такое, мне отказались делать. Я все хотела в серебряном браслете с жемчугом. И по моему макету, с моими цепочками, отказались просто делать. Я так поняла, что у нас просто ювелиры. Если работать не хочу, денег мне не надо. Вот такое он мне, долго уверял мне, вы же студент, откуда у студента деньги, зачем вам тратиться на серебро. В результате я расстроилась и купила это кольцо. Это тоже фианита, но чуть побольше коронка, чем вот здесь. Он тоже такой же типаж. Вот так. Это очередной спаси и сохрани. Покупала в очередной поездке, когда я ездила с Машей, наверное. Там такое широкое, да, я с Машей тогда покупала. Потому что, по-моему, во Владимире Суздале я купила два кольца. В Боголюбово, кажется, я купила одно. Ну, в общем, обогатила православную церковь. Это кольцо из моего еще детства. Это мельхиор посеребряный. Сейчас это уже просто мельхиор. Тут все стерлось. И тут была птичка. Это очень древнее кольцо. Его много раз там дедушка разрезал, чтобы спаять, потому что оно мне было велико. У моей сестры Маши точно такое же нам. Тогда мама дарила одинаковые кольца. Правда, я его смогла носить уже намного позже, потому что оно мне было велико. А это мое самое первое серебряное кольцо. Мне было 8 лет. На Новый год мне мама подарила вместе с отцом. Тут был рисунок черный, но он уже стерся. Я его очень долго носила. И вместе с этим кольцом я как раз попала в аварию, когда врачи пытались меня его снять. А пальцы распухли. То врачи почему-то решили, что это не пальцы распухли, а я вот такая жадная. Не хочу им отдавать это кольцо. Которое мне, соответственно, впоследствии вернули. Так, это браслет. Тут небольшой кусочек. Он так вот как-то сломался. Но мне его уравняли. И мне этот браслет подарила, кажется, Лена Грещук. Заремкина мама. Ну, Грещук это девчая фамилия. Кажется, на выпускной в 9 или в 11 классе. Потому что еще она мне что-то дарила. Да, это, наверное, на выпускной в 11 классе. Потому что на 9 класс она мне дарила подвеску. Так, это очередная цепочка. Это первая цепочка, которую я купила на лайке. Как раз покупала, там какая-то подвеска была. То, что люди сейчас называют шармами. И я ее покупала в завесок с джинсом. Которые у меня до сих пор еще вполне юзабельные. Так, а дальше у меня пошло по пакетикам. Тут у меня, вообще-то, была полностью золотая цепочка, большая. Но мамина, она была мне очень-очень велика. Она где-то заканчивалась на животе у меня. Даже ниже талии. И мы ее с родственниками в свое время разделили на две. И вот не было просто золотого замочка у тогдашнего ювелира. И у меня на одной золотой цепочке серебряный замочек. А эту подвеску мне на 25 лет родственники подарили. Это золотое сердечко. Так, вот здесь у меня серебряная цепочка. И неродная подвеска в виде Иисуса Христа на кресте. Это я покупала, когда училась, кажется, на пятом курсе. Я тогда покупала кольцо, подвеску, еще что-то. Вот эта цепочка. И вот этот Христос. И у меня тогда девчонки все в группе. О, Леля поверила, все такое. На самом деле он такой был белый, такое белое серебро, чисто вычищенное. Очень красиво и изящно. Я его поняла, как просто культурный момент такой. Красивая ювелирная поделка. В общем, не оправдала я ожиданий всех тех, кто пытался меня оправославить окончательно. Так, тут у меня вот как раз в первом видео про ювелирку я рассказывала про сережки, гвоздики с совой, янтарем. Это вот, который мне Заремка дарила. И одну сережку я переделала под подвеску. Соответственно, цепочка серебряная. Так, а тут как раз вот тот водоречек, который он мне еще подарил на девятый класс. Серебряный водоречек. Ну, цепочка, соответственно, не родная, но тоже серебряная. У меня пакетиков дофига осталось. Тут цепочка и подвеска. Подвеска из Ифраше. Кажется, в прошлом году там посылали в какое-то время в подарок. Вообще, такую подвеску сделали в мире книги. И видать, когда у Ифраше был договор с миром книги, то вот у них столько осталось их. Так, вот эта кошечка такая серебряная. Все с пробой, нормально такое. И цепочка. Так, это вторая часть той золотой цепочечки. С золотым замочком. У меня замочек однажды сломался. Я пришла к ювелиру, к тому самому, который раму религия позволила скроить ежа и ужа, но не позволила скрестить, точнее, сделать по моему заказу что-то. Это вот здесь вот подвесочка такая, это маленький золотой кулончик. Это и похоже на сердечко, и на замочек. Замочек с маленьким фионетиком. Это мне подарила год назад на 8 марта моя однокласска Настя, которая подсадила меня на мыловарение. Ну, а цепочка, это как раз вот та самая вторая часть маминой. Тут у меня всякие еще брошки, в основном маленькие. Это маленькая божья коровка. Таких у меня было несколько штук. Это мама мне их везде цепляла, когда я совсем маленькая была. Это ветка винограда. Там еще была вот здесь вот маленькая бутылочка с вином. Но когда я в моем раннем детстве, у меня были такие шаловливые подружки, нашаловливые ручками, они у меня уперли эту бутылочку. Но вот брошка осталась. Это мамина брошка, молочный янтарь. Это серебро и листик такой янтарный. Она ее очень часто носила. Вот здесь на воротнике у нее был классный белый свитер, который она сама вязала. Это крышечка позолоченная от часов, которые я однажды разобрала в детстве. Часы принадлежали бабушкиной сестре. Кажется, она в Мурманске жила. Это очередная серебряная шляпка с башмачками янтарными. Это брошка тоже, тоже еще моей мамы. Но иногда она разрешала мне ее носить. Так, что у нас там со временем? Со временем у нас где-то еще половинка. Так, что у меня пакетик? Потому что маленький такой сундучок, и в него все это не влезет, чтобы закрывалось нормально, держалось, не путалось. Я в свое время разложила все под пакетиком. Вот этот вот шарм, который был вот от той цепочки, похожей на косточки. Так, это ангел, подвеска. Вообще, я его считаю, что-то эльф крылатый, который я покупала вместе с кольцом и маленькой чашечкой в Суздале, в храме, когда с Машей была. Это горный хрусталь, там была еще веревочка такая, черный кожаный ремешок, но ремешок у меня куда-то самоубился уже. Это из лунного камня дельфинчик. У меня еще был дельфинчик, опирающийся на шарик, но я его обменяла на обезьянку когда-то у Саньки Халинен. Это подвеска рыбка в сердечке, точнее даже это не рыбка, а это дельфинчик. С алмазной огранкой, золотая, с какого-то ювелирного сайта. 585-я проба, если не помню, если не путаю. Ну, в общем, та самая проба, которая обычно стоит на золоте. Это подвеска от той самой цепочки с жемчужинкой и двумя фианитами с того же лайта. Это маленькая серебряная мышка с синими фианитами, которую я покупала в Плюсе. И вот самый прикол, мышка с пробой, и она действительно серебряная у того самого ювелира. А тут браслетик оказался металл посеребряный. Это крестик серебряный, из моего детства, кажется, или принадлежал, или моему отцу, или маме. Это второй крестик, точно такой же. Это еще один крестик, но у него отломилась штучка, и, соответственно, он уже никуда не приделается. Это лунный шарик. Я все время носила его и втирала всем, что это абсолют. Ну, в общем, круг это абсолют. Вот это самый абсолют. Носила я его в школе при маме. Так, это крестик из какого-то там камушка поделочного, который мне привезла мамина подруга Алина Савичева, с гроба Господня, с Иерусалимом. Это, на самом деле, это панда с каким-то своим детенышем, серебряная, и с малюсенькими, вот только сейчас рассмотрела, не поверите, давно ношу, с малюсенькими фионитиками, четыре маленьких фионитика в сердечке, но когда я ее покупала, на ценнике значилось, что это обезьянки. Ну, я считаю, что это обезьянки, хоть они и похожи на панду. Это серебряная стрякоза с очень острым хвостиком, подвеск, слайдер. Это сережки, шарики серебряные, которые я заказывала на лайке. Я достану только одну, просто чтобы вы поняли, какая она огромная. И на картинке они не выглядели совсем маленькими, но на самом деле вот они вот так вот. Я не помню, носила я их или нет, но они довольно громоздкие, если их одевать, то на какой-нибудь выход. И вот просто чтобы с чем-то красивым и ажурным. Вот. Еще пакетик. Вот здесь у меня подвеска серебряная со стрякозой. Некоторые цепочки от подвесок шли вместе, ну, в смысле, вот то, что вот это белое серебро, они шли сразу же уже, цепочка с подвеской продавались. А некоторые просто одни подвески и цепочки уже были мои, которые у меня до этого были. Она опять тут запуталась. Это вот как раз лайта, очередная, с фианитом, с стрякоза. Так. Это у меня тут, кажется, подвеска, которую я покупала, когда была в Таллине. Серебряная с янтарем водолей. Илья, если ты вдруг меня смотришь, привет. Вот как раз из Талина. Я точно не помню, сколько она стоила, но девочка, которая была соседкой по автобусу, у нас была автобусная экскурсия, она очень офигела, я тогда помню, купила за 33 евро. Тапочки под валеночек, валеные такие, из подмышек серые, 35-го размера. И эту подвеску. И вот тут цепочка. Серебряная, кажется, я ее покупала уже специально под эту подвеску. Так, очередной пакетик. Тут у меня есть пакетик со старыми цепочками. У меня было 2 или 3 цепочки, которые уже от старости лет. Ну, порвались, и я как раз думала, что если их переплавить, то можно было бы что-то сделать. Это кусочек сережки. Мне как-то слайда пришли, и мне потом возвращали за них... Нет, возвращали мне деньги за другой браслет полусломанный, немножко проколанный. Это были сережки-гвоздики. Я что-то не сообразила, что можно было бы написать, чтобы вернули хотя бы половину денег. Это были серебряные сережки-гвоздики. И вот гвоздик был отдельно, а сережечка вот такая, цветочек был, соответственно, отдельно. Я даже ждала тогда 2 месяца посылку, даже не сразу поняла, что это. Вот это как раз, по ходу дела, оказался тот самый пакетик с ранеными вещами. Это камушек-турмалин, который вот один-единственный остался из тех камушков, которые папа приволокивал с работы. Он шабашил еще, соответственно. А это вот тот огромный браслет был с красивыми розами, громоздкими такими. И вот он мне пришел немножко раненый, и мне собирал его уже ювелир. Там было несколько вот таких листиков, довесок. И я тогда написала, что вот у меня такой брак, и я просто попросила какую-нибудь одну треть хотя бы вернуть, потому что его я даже не знала, что можно это собрать, но они извинились и вернули мне полную стоимость тогда. В общем, было приятно, хорошее тогда отношение было. Сейчас у них уже несколько изменился и сервис, и обслуживание. И мне уже просто не нравится там, ничего не заказываю, уже около года. Такой очередной листик оттуда. Это сережки, вот такие мамины. Это мамина бижутерия, наверное. И у одной сережки отломалась эта штучка. Просто, я не знаю, вряд ли можно спаять как-то. И вот она уже просто таким ромбиком. А это мой самопальный янтарь. У нас в саду, когда была маленькая, была слива. Она периодически кровоточила, грубо говоря. Я с нее собирала ее этот сок, смолу. И так как я увлекалась всякой биологией, всякой хренотенью, помимо истории обезьян, то я устроила за несколько месяцев. Там держала на солнце у нас. У нас вообще трехкомнатная квартира, одна комната выходит на солнце. И я на окне держала, на газетке сначала на солнце, потом вставила в морозилку, потом в тень. Ну, в общем, имитировала то, что обычно с санитарем, пардон, тысячелетиями происходит. Еще у меня где-то есть такие кусочки. Еще один. И, в принципе, я когда показывала ювелиру и при этом не говорила, что это самопальный, то он даже не распознал. Он сказал, что да, это действительно янтарь там какой-то доисторический. Вот она. Нашла эту бирочку. Тут 1,64 грамма. И 20 евро стоил этот водоречек. Вот опять кусочек, тут даже 2 запорчика было от того браслета. Так, это тут кусочек золота. Можно из него будет что-то переплавить. Тут совсем мелкая мелочь осталась. Кусочек от той сережки, которая теперь подвеска. Я думаю, совсем уж мелочь не буду показывать, потому что там дальше остались уже просто рваные цепочки и сломанный замочек золотой от той цепочки. Так. Это у меня одно из первых. Кажется, самое первое, которое я тогда заказала на лайте. Сначала заказала украшение, а потом заказала джинсы. И я очень хотела именно с черным жемчугом. Я хотела вообще браслет с черным жемчугом. Однажды я заказала, но его не привезли у нас в ювелирке. Это черный жемчуг, подвески. Такие это цветочек. И вот тут такие 2 висюльки. На серебряной висюльке, короче, с черным жемчугом. Вот такая вот цепочка. Такое украшение. Так, ну и последний у нас пакетик остался. И сколько у нас там по времени. Пожалуй, я засниму уже потом еще обзор, потому что не влезаю я. Если вам было интересно это видео, то я буду рада. Ну и спасибо за просмотр. Пока.